Значит, так встречали Гагарина. Я не зря дал это фото на обложку, поскольку страна была консолидирована. Страна доверяла власти, страна жила мечтой, страна добивалась побед. И радужное было будущее по тем временам, от 61-х годов. Я хорошо помню Гагарина. Нас отменили занятия в школе. Все, так сказать, плакали, все кричали. Единение страны на вот этой национальной идее. Дальше я просто хочу ряд ключевых моментов пробежать. Я начну с транспорта. Наша страна супергигантская, поэтому без транспорта нам не жить. Мы потеряли практически почти везде. Водный транспорт у нас закончился. Трубопроводный только идет, поскольку газ мы и нефть... Это экспорт. Да, экспорт, да. А так, водный вообще это самый дешевый транспорт. Царь даже строил канал Енисей-Опь. Только Трансиб потом перебил. Совершенно идеальная идея. Это, так сказать, Енисей-Опь, Волга и так далее. Он хотелось жить водным путем. Идеальная была идея. Она и сейчас была бы полезна. Грузовые перевозки упали везде. Особенно автомобильный в пять раз. Пассажирские перевозки упали везде. Все тот же автомобильный, беззащитный и даже железнодорожный. Железнодорожный, поскольку цены совершенно дикие. При царе был так называемый Челябинский порог. Я Ельцин об этом, кстати, говорил многократно. Чтобы не задавливать Дальний Восток, цены были совершенно жуткие. Царь вывел порог, когда цены повышались. А там, так сказать, казна доплачивала за то, чтобы товары доставлялись. Потому что я столкнулся с тем, что масло мне выгодно было получать с Китая, Баранину с Австралии и так далее. Значительно дешевле. И поэтому закупки мы делали, где попало, но только не в Центральной России, поскольку они были неподъемными. Пассажирский, опять же, водный. Со 106 миллионов до 19, это практически исчезли пассажирские перевозки. Везде практически жуткое падение всего. И это показывает, что страна практически перестала быть мобильной. Мы, я здесь уже не стал приводить, поскольку до бесконечности можно приводить данные. Мы потеряли аэропорты. У нас было более тысячи аэропортов малых, которые жизненно необходимы были. Мы оставили где-то порядка 76 всего этих малых аэропортов региональных. На одной Аляске 400. Поэтому билеты беспрерывно раз в три месяца возникают вопросы, что с Якутска невозможно ездить. Билеты с Якутска до Москвы дороже, чем с Москвы до какой-нибудь Эфиопии или до Парижа. И региональные рейсы тоже такие же, там по 30-40 тысяч за билет между двумя. Расстояния там большие. Без этого страна развиваться совершенно не сможет. Высокотехнологически это моя личная боль, хотя я не понимаю, почему здесь никто не болеет. Мы уступаем Бразилии, Австрии, вон 9 красненькое, 9,2 миллиарда доллара высокотехнологичной продукции. В то время как тот же Китай 504,4. Космос. Мне в свое время удалось убедить Ельцина космодром сделать в этой самой, в Амурской области. Он у меня назывался, да, я его убедил совершенно, я бы даже сказал, необычным способом, но по сути голову в петлю собственную засунул. Ему сказал Борис Николаевич, вот Хрущев же он был не региональным лидером, а мировым. А почему? Не за 20-го же съезда и не за Хрущевок, а потому что он первый спутник запустил при нем и космонавт. Вы пока, извините, еще и региональный лидер, а если хотите стать общемировым, мы должны космодром сделать, Байконур все равно уже вот-вот закончится его, либо модифицировать, либо бросать. И отсюда должен пойти первый человек на Марс. Подключил Терешкова, подключил всех космонавтов из первой двадцатки, подключил командующего военно-космическими силами. Там была прекрасная дивизия по ракетным войскам, которая имела отличное жилье, пусковые эти установки. И он у меня заработал в течение буквально двух-трех лет, спутники связи и там прочее шли. А потом уже они вот до сих пор тянут с Восточного. У меня был космодром свободный с позывным «Мечта». Здесь самое интересное, что в 20-летие этого космодрома ко мне прибыл один из директоров журнала «Форбс». Я им отдал, они помнили эту ситуацию, ну, то, что Амурская плава, правда, это понятно, а то, что Форз, это меня даже удивило. И была большая статья, они напечатали ее, и где-то она у меня даже лежит. Я его делал с двух соображений, чтобы привязать Амурскую область к России, к Центральной. Поскольку у меня были опасения, что Ельцин с его широкой душой, берите суверенитета сколько хотите, скажет, а ну ее, эту самую Амурскую область. А если там создать подразделение, которое нужно в стране, страна никогда не скажет, да ну ее, страна будет защищать ее всеми вооруженными силами, и области не угрожает конец. И, во-вторых, у меня была чисто такая мечта, во-первых, сделать высокотехнологичный кластер, как сейчас говорят, тогда этого слова не было. Во-вторых, японских туристов, у меня были хорошие отношения с Японией, потому что японские туристы, я бы организовал сплошной поток их, они бы мне бешеные деньги давали. Они очень любят всякие эти вещи, а тут рядышком. Оказалось, что попутно, я буквально в том году это узнал, космодром решил еще две проблемы, о которых я не догадывался. Я беседовал с китайским журналистом, они периодически ко мне приходят, и он сказал, спасибо, что вы тогда доверились Китаю. Вы ведь всего в 90 километрах от границы построили космодром. Мы оценили то, что ваш этот жест доброй воли, вот что я не думал о том, как оценивать в Китае. И один из советников президента по обороне подошел и сказал, вы тогда вашим космодромом спасли все воздушные силы Дальнего Востока. Ельцин собирался сократить всех, на нас никто не нападал, он тогда считали, что мы вошли, так сказать, в мировую демократию, мы сейчас любимцы Запада. И вот единственный аргумент, который позволил сохранить эти вооруженные силы, это не менее 50 тысяч, не говоря уже там членов семей, это то, что ему сказали, а космодром же надо защищать, который вы, Борис Николаевич, создали. И это его спасло. Поэтому мы теряем космос, теряем беспрерывно. Китай уже обошел даже Штатов. Я не мог отказать себе в удовольствии дать зарплату директора НАСА Джеймс Бранденстайн, который получил 174 тысячи долларов за год. И нашего директора Комарова, который за тот же год получил 1,3 миллиона долларов в 7,5 раза больше за гораздо худшую работу. Я думаю, Комаров считал, что не умеет работать господин Джеймс. Очевидно. Очевидно, потому что другой мысли у него бы и не возникло. Лох, товарищ директор НАСА, а вот мы молодцы. Ну, это отдельная тема. Я, может, в конце коснусь немного. По шести показателям мы превзошли уровень 90-го года. Наконец-то. Уже хорошо. Производство овощей, строительство жилья, производство зерна, добыча нефти, добыча угля и производство электроэнергии. Меня это настраивает на достаточно нейтральный лад. Электроэнергия особенно. Ведь она, если она растет... Значит, есть потребитель. Значит, есть потребитель. Да, да, да. Остальные сотни показателей я их не приводил. Но вот эти шесть, их еще не было два года назад. Убыточных предприятий. Здесь ситуация кошмарная. Первая колонка в экономике вообще была 7% в 90-м. Сейчас 26,3%. То есть в четыре раза. Ну, там вот по подразделениям. Зато мы резко впереди в планете всей по количеству чиновников. Количество депутатов выросло в пять раз. Количество чиновников исполнительных выросло в два раза. Их больше всего. Судебная власть выросла в 2,3 раза. За избирательные комиссии выросли вообще до жути. Было 0,1. А осталось 21,4. То есть мы создаем рабочие места. У нас охрана. Сама, я думаю, сейчас силовые структуры. И вот чиновники всех рангов. ЦСИ – это центральное стратегическое исследование. Есть там руководитель Бочаров, бывший руководитель. Организатор кооператива «Бутек». Это лучше всего характеризует первый бы кооператив. Миллион человек было в кооперативе. И они имели право выдавать даже заграничные паспорта. Да. Если бы по этой системе пошли, мы бы сейчас совершенно работали бы лучше. И жили бы на порядок лучше. Темпы роста ВВП. Китайские и наши. Слушай, Китай вообще и не заметил кризиса 2008 года. Китай и не заметил кризиса 2014 года. У него, так сказать, небольшое падение было. Но все далеко вверху. И он свои 6% дает и собирается давать. Мы же на каждый чих вынуждены реагировать. И причем у нас даже можно не рисовать ВВП. 100% по сути корреляция. Нефть и ВВП. Упала нефть, мы рухнули. Поднялась нефть, мы поднялись. И ситуация... То есть мы дошли до уровня Саудовской Аравии. Там все на нефти. А у нас практически все. Мировой рейтинг. Мы находимся по ВВП, по обычному. На 11 месте. А по покупательной способности на 6 месте. Задача войти в пятерку. Это голубая мечта наших людей все время. Там просто, кстати, интересно, когда догнать Португалию, Путин говорил. Он же говорил по ВВП на душу населения. Я как раз специально посмотрел недавно. То Португалия сейчас у нее 21 тысяча долларов на душу населения. Она занимает 40 место. А у нас 9 там небольших. Мы на 70 каком-то там. Так что нет. Никак мы даже не приблизились к Португалию. Здесь вот есть очень интересная вещь, которую надо посмотреть. Значит, 3,7 триллиона по ВВП, по покупательной, и 1,6 триллиона по... В доллар просто, если брать. Да. Что это означает? Это означает, что вот этот вот доллар у нас 65, завышена его цена примерно в 2,5 раза. То есть нефтяник, газовик у нас в основном, продает нефть за... получает доллары. Себестоимость у них в среднем 20 долларов, 20 рублей. А получает 65 за этот же самый. Хотя должен был бы получать 22, не более там 10 процентов. Гигантские деньги на взятки, естественно, всех рангов. Это же дармовые деньги. И бешеные зарплаты, и так далее, и так далее. Все, что угодно, кроме, естественно, заботы о народе. Поэтому предложения эти идут. Все эти искусственные вещи по доллару надо убирать. И нужно делать его по покупательной способности. Это, я думаю, самое очевидное предложение. Высказывание президентов, всех, причем здесь и Медведев, что Россия войдет в пятерку крупнейших этих самых экономик мира. Идем непрерывно. Да, это наша мантра. Карфаген должен быть разрушен, как кто-то там в Древнем Риме, в конце концов, разрушил. А мы должны войти в пятерку. Но пока не вошли. Ну, пока не, но зато регулярно повторяем. То есть мы, люди целенаправленные, и от мечты войти в пятерку не отказываемся. Демография. Там же тоже у нас масса повысить. Мы в демографию вошли в черт знает куда. Потеряли 13-4 миллиона. Затем вот небольшой всплеск был. И сейчас должны потерять 5,2 миллиона человек. Это демографические расчеты. Потому что уровень жизни падает. Зарплата в целом падает. Процентов 10-15 потеряли. И поэтому, естественно, рожать никто особо не хочет. Плюс мы создали потребительское общество. Во многом веры никому нет. Поэтому люди атомизировались. Живут для себя. Естественно, никакой рождаемости нет. Хотя ситуация у нас критическая. Мы потеряли 13 миллионов. Но прибыло 10 миллионов мигрантов. Поэтому у нас еще 142 миллиона. А так было бы уже 132 со 150. Мигранты нас спасают. Вот очень интересная вещь. Оказывается, Федеральная служба охраны имеет собственную социологическую службу президента. Вот это для меня полная неожиданность. И они провели опросы. Можно ли считать ведение бизнеса в нашей стране безопасным? Да, считаю только 23%. Защищен ли бизнес от необоснованного уголовного преследования? Оптимистов всего 9%. Каким образом изменился уровень коррупции? Существенно вырос. 21%. Да, да. То есть 14% только считает, что снизился. И что явилось причиной возбуждения уголовного дела? Только 2% считают, что задело. А вот это розовенькое, то есть уголовные дела инициировали правоохранительные органы. Личный интерес сотрудников правоохранительных органов исполнительной власти. Да. По данным силовиков ФСО. То есть не какие-нибудь там в ЦИОМы, которые сегодня 30% дают, завтра 80%. Ну работа у них такая. Кто-то им сказал, я думаю, сейчас там выясняют, какая скотина дала такую цифру. А это ФСО. В результате экономика я мог бы до бесконечности переводить. В лучшем случае стагнация. Вот просто в лучшем случае. Вот она здесь отчетливо показана. Мы не движемся. Хотя нужно же понимать, что наша власть регулярно говорит о том, что нам нужно расти темпами выше среднемировой. А среднемировые 3%. Да. Но мы никогда. Никогда не росли и расти не собираемся. Растли в 2000-е, когда цена на нефть была бешеная. Поэтому, а сейчас, когда цена на нефть умеренная, даже на этот год планируется ее снижение. То есть, абсолютно никакого роста не будет. То есть, не будет демографического роста, не будет роста ВВП. Проблема. Я экономически даже не трогаю. Демографическая. Номер один. Бедность значительной части населения. Это вообще недопустимо. Проблема колоссальной социальной несправедливости. Если уже даже Зорькин говорит, что нарушают Конституцию, то это приехали. Искусственная и устаревшая еще в момент своего создания политическая система. Демократии нигде в мире нет. За ней гоняться не надо было. Неспособный к управлению страной, тем более такой страной, как Россия, профессионально непригодный управляющий класс. Увы, отсутствие национальной идеологии. Это что мы строим, куда мы строим, зачем мы идем. Американцев есть мечта. Китай бросил лозунг «Прекрасный Китай». Кстати, скопировал лозунг «Жанны Дарк». Она написала «Прекрасная Франция». Этими двумя словами объединила нацию. Вот Китай, так сказать, почти как Жанна Дарк на сто лет вперед разработал лозунг «Прекрасная Китай». Самое главное, нужны принципиально новые люди. Неужели кто-то все считает, что Дима Рогозин подымет космос? Это же даже не Зеленский президент. Это гораздо смешнее. Неужели кто-то считает, что Чубайс 10 лет руководит Роснано, чтобы у нас была наноиндустрия? Да нет же, конечно. Если 10 лет нет, то чего же она появится? Да, у нее и мысли такой нет. Во-первых, как говорят англичане, чтобы сделать рогу из кролика, нужна как минимум кошка. А Чубайс с Рогозином даже не кошки. Поэтому нужны люди уровня Королева, Келдыша и так далее, чтобы поднимать эти. Общее владение ресурсами. Русский народ практически полностью выведен из владения ресурсами. Так сказать, жируют и владеют ресурсами все, кому не лень. Люди, которые не добывали этого, не разведывали. Ведь львиная доля ресурсов разведана в советское время. Их дети-геологи, которые это открывали, нищенствуют. Вымерли половина от несправедливейсти. В моратории на пенсионную реформу даже не буду комментировать. Он жизненно необходим. Миграционная политика также нужна новая. Потому что и европейцы, думаю, к нам рванут, когда там начнут полыхать, как эта самая мечеть. Без вариантов. Куда им рвать еще? В Африку? Там их сидят. Мы так все-таки... Китайцам тоже не поедешь. Китайцам не поедешь. Америке они не нужны дорогие. Вон Трамп построит стену по Атлантику прямо целиком. И насчет их обняв... Сихокемский рубеж такой есть. Да, Атлантический рубеж будет. Поэтому они будут рвать к нам. Поэтому нам нужно эту проблему думать заранее. Тем более у нас... Там у них идет глобальное похолодание. А у нас в этой связи становится теплее. Это отдельная тема. Перестать декларировать заботу о людях и начать о них заботиться. Я здесь предлагаю инновационную вещь. Деньги на лечение больных детей, которые день и ночь по телевизору собирают за счет бюджета. А вот деньги на зарплату депутатов собирать ПТВ-программу. Основная оценка и критерием деятельности правительства должно стать повышение жизненного уровня населения. И лишь затем ВВП. Больше жилья, больше зарплаты, меньше болезней. Правительство работает нормально. Китай в полтора раза, сейчас уже в два увеличил как среднюю зарплату на весь свой гигантский полуторамиллиардный народ. Мы за последние пять лет получали раньше в среднем 600 долларов зарплаты, сейчас где-то до 400 она опустилась. А Китай к тысяче поднялся, это уже даже в два с половиной. И партия призвала 71 миллион человек бедных на последнем съезде перевести в средний класс. Дверь по полу России. 71 миллион. И только после этого определиться с тем, что же мы все-таки строим. Общество для процветающих 5% богатых или общество с благосостоянием для всех. И вот только потом начать в мыслях о контурах российской мечты и российской национальной идеи. Не поверить народ в мечту, когда видит вот это вот. Когда даже... Ну, когда несправедливость сплошная. Когда даже Конституционный суд в лице Зорькина говорит, что нарушается Конституция, что 3% владеют 90%. Поэтому резюмирую. Справедливость, честность, люди во главе угла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...